так ну чё погнали проверять а уже уже выключили его понимаю понимаю короче паша короче сегодня видос будет веселый я прям чувствую по окей здорово народ с вами джон он же преодолевший отметку в 7000 подписчиков 312 в этом видео мы рассмотрим ряд следующих тем во-первых сломанный мод во-вторых банджи собирается добавить н чит в игру надеваем наш шифр точнее шапочку из фольги ребята дальше что у нас стоит cn 14 как бы сказать слэш слэш монстр или нет в трактовке падших четвертое разбираем что еще в игре не так пятое я ваши сперва в воздухе вертел в скобочках инструкция шестое бесконечный раскол варлока и причем тут люмина шестое ноги титаны ноги титана седьмое ноги охотника и новый речь идет о всех новых экзотах как вы можете догадаться они немножко сломанные немножко в скобочках восьмое выключение сектора смена налета 9 адепт пушки и лут испытания сириса 10 плюс к статам с внешек и 11 если мы до этого доживем сдача жетонов испытания сириса что ж погнали но прежде чем мы начнем это видео я бы хотел поблагодарить наших сегодняшних спонсоров ну или уже вчерашних дилер 210 и 0 спасибо большое что снова стал путникам скайзи скайзи р спасибо что стал дрэджином что перешел на более высокий уровень и уже с одним месяцем подписки спасибо ребят нам до следующего эмоции на канале осталось буквально 6 спонсоров так что надеюсь у нас получится вместе преодолеть этот рубеж все переходим к видосу так чем же нас сегодня порадует twitter банджи хелпа во-первых тот артефакт о котором речь шла выше банджи решил его выключить буквально 50 минут назад на время записи этого видео ну то есть поправят они ту ошибку при которой этот мод усиливы усиливает действия различных пуша такие как телеста и он будет выключен прежде чем они предоставят фикс они предоставят также дополнительную информацию когда будет возможно короче пока я думаю большую часть из нас у него спала в игре обнаружил собак с модом который у нас тут можно заценить следующем футажа от меса шона то есть как вы видите переведя винтовку разведчика форсирующий режим экзотическую он там в тело наносится где-то около 101 урона причем у него нету стаков ну то есть а как обычно это делалось ты можешь убивать чуваков с нескольких выстрел с этой скаутки только если у тебя есть несколько стаков то есть для этого надо было нанести противнику урон то же самое у нас из телеста происходит происходило пока они не выключили этот мод мод и собственно видели в начале в начале видео я просто уже забыл его название честно говоря но это не суть который усиливал собственно этот усилитель усиливал должен был по умолчанию такие перки как стрекоза такие перки акцизная реакция и так далее но в результате вылилось это все то что у нас сегодня ночью ряд ютюберов уже успел на эту тему выпустить видосы так энергетический акселератор называется в английской версии этот этот мод здесь у нас уже показано телеста что она делала здесь у нее болты вместо 39 наносит 28 урона то есть ровно в два раза больше очень-то форевера ну и дальше тут уже ну тут уже дальше лаки разбирается с этим модом который у нас тут на последней строке находится в последнем столбце последней строке принципе ничего нового но раз уж мы начали с как его называют с твиттера то продолжим с твиттера банджи то продолжим смотреть что там у нас дальше происходит то есть дальше что у нас идет вырубить решили они сектор логова логова сборщика потому что там был шорткат ну то есть короткий путь до того для того чтобы добраться до босса как можно понять здесь у меня мои коллеги уже этот путь показывали так что кто захочет может найти на просторах ютюба но мы идем дальше термина терминалу будет нас следующим налетом это было указано в сообщении которое появлялось пятницу который я благополучно пропустил так как банджи до сих пор не пофиксили эту тему то что ты куда-то летишь с одной активности на другую и результате тебя эта надпись на экране появляется буквально на секунду ставь лайк если тебя это тоже бесит но окей что было что было у нас в этом почте у них указано в твиттере терминал был указан как сумящий налет для следующей неделе в десне во время логина на следующей неделе на самом деле налетом будет fallen saber ну то есть сейбер падших также банджи решили заняться тем что разобрались с проблемой благодаря которой фокусирующиеся на сотах синевые инграммы также выдавали могли выдать слишком низкие по статам хайстатовые роллы с низкие по статам хайстатовые роллы ну понятно это также отразилось на шмотках которые находятся в инвентаре игрока а то есть это не отразилось на них ссоре в общем дальше что у нас тут по поводу античита новость достаточно прикольная у нас тут есть такой вот западный ютюбер как вещь улак которого я так понял недавно еще и на твиче разбанили и он у себя в твиттере забавную забавную новость привел ну опять же не снимаем наш шифр и читаем мой источник только что сообщил мне то что античит придет в этом году в destiny 2 это та же персона которая сливала данные по за гранью света мне ну то есть вещу лаку у меня также есть тонны деталей относительно остальной destiny 2 но я не буду их спойлерить как бы сказать в дань уважения к банджи это хорошая новость я надеюсь все ими будут наслаждаться ну что можно сказать хоть нам и повезло вчера ну позавчера уже в пятницу когда мы воспитания сири заходили мы закрыли три билета и закрыли еще семь побед после 7-0 и нам при этом не попались читеры ни разу ну то есть такие вот прям явные чтобы такие показали пальцем и сказали а ну то есть был один позитивный чувак но ладно но в целом если так и есть если банджи собирается в игру добавить настоящий античит а не тот античит из-за которого им приходится говорить то что античит у них в игре есть и то что они там увеличивают штат и то что у нас читеры постоянно попадаются в испытаниях осириса в состязательной игре и в гамбите даже мне попалось парочку раз и в обычных вейплеях тоже попадаются и в железном знамени я думаю которые вас во вторник запустится тоже будут читеры опять но это неплохо потому что сейчас пока что из того что я вижу античит банит может забанить вас за арт мани который у вас запущен вообще для других игр которые на 10 не вообще никак не влияет завтра кликер которым пользуетесь ради того чтобы ресурсы там добывать и это не точно мне подружки рассказывали шапушки с фольги не снимаем опять же но но вот действительно вот те кто 4 там на пропалую очень нагло их вот имя вроде бы никто не занимается но по крайней мере может даже они занимаются мы этого не чувствуем когда вот допустим я вижу чувака у которого 6 кд общее и у него прокачанный аккаунт на протяжении там многих лет он так и он так вот играет просто очень скилловый игрок с 90 процентов попадания со снайпы ну ладно идем дальше что же у нас еще не так в игре во первых как вот мы вчера узнали ну в испытаниях осириса к примеру я не знаю как у всех остальных можете комментариях отписать но у меня и у моих тиммейтов возникла такая тема ну вот вы знаете во время каток и во время пост игрового сообщения можно прочитать что написано на ну навестись на профиль игрока и почитать что же у него там есть ну сколько у него друзей если у него профиль не скрыт если у него там вагбаны что у него на стене написано в стиме ну вы поняли сейчас почему-то эта кнопка не нажимается во время pvp матчей и не просто во время осириса но и во время обычных матчей по моему я вот уже точно не знаю опять же шапочки с фольги по прежнему на мне так шапочку из фольги я снимаем и уже после этого занимаемся настоящими еще более такими насущными проблемами то есть во первых у нас есть баг со вступлением ну то есть если у вас человека нету во френдлисте то он не может к вам вступить через команду вступить через команду join и циферки вашей стима я вот кстати так понял то что у бака с входом в игру то есть когда меня там 8 часов не пускали первый день это было эксклюзив пока ну по крайней мере так вот многие говорили хотя я читал сообщение на форумах банджи то что на плойке и на и боксе тоже такая тема была но не суть то есть сейчас вступить в боевую группу если у вас нет если у вас нет человека во фрондах можно только если вы как бы сказать скинете ему свои циферки и он вас по этим циферкам пригласит получается так то есть через команду вступить вообще не варик и это немножко и это немножко фрустрирует ну ладно надеюсь разберутся с этим дальше что у нас тут есть в стиме имя не на латинице если в стиме у вас имя не на латинице то в игре вместо ника у вас будет квадратики да такая тема есть то есть есть у вас ник на русском языке написан если у вас там попадаются чуваки с китайскими иероглифами там или другими какие-нибудь у вас будут вместо этого непонятные символы так что не удивляйтесь вы таких чуваков будете встретить встречать я не знаю пофиксили или это сегодня но вчера точнее позавчера у меня это было дальше что у нас идет многие жалуются на фпс после ход фикса вот если вы до этого на фпс и жаловались то я так понял немножко странно у нас в этом сезоне получается то есть с одной стороны люди смотря по крайней мере через стрим у меня подмечаю то что регистрация попадание стало лучше ну по крайней мере пока я играл в командный ожог ну вот режим который к нам вернулся в недельную ротацию многие отмечали то что попадание регистрируется сразу но также по когда я играл в обычную кикплей мне указали то что у меня вот право верхней части экрана фпс и провисают ниже чем обычно и я такой а действительно что-то опять в игре сломалась видимо банка чинит фпс ну ладно дальше то у нас тут кто знает что за четверка снизу симуляции маяка вот кстати да кто знает пишите в комментариях потому что сейчас я даже покажу этот момент так ну-ка вот у нас вот эта четверочка она прямо на маяке находится кстати зачем они убрали старую старый значок маяка ну красивее же было ну что это такое просто какой-то круг но я подозреваю что четверка это означает количество шмоток которые ну количество гира которая падает с испытания осириса ну типа смотрите у вас за три победы есть за 5 побед есть за 7 побед есть шмотка и за 70 хотя лут василис у нас на этой неделе в этом сезоне точнее немножко по-другому построен но у меня эта теория разбира разбивается то то что мы еще и получаем с контракта пушку или шмотку которые у нас еженедельный так что ну посмотрим ладно идем дальше сейчас мы продолжим тему с испытаниями осириса чуть чуть попозже после того как разберем то что тут вот нам дим же написал вот он от 9 мая писал типа что он может опугать разрабов телеста 2020 года и мне нравится то что разработчики вот они прям в грудь себя били и говорили то что они все моды все инстансы все активности проверяют на то чтобы телеста не забаговалась ли телеса забаговалась как раз вот из-за мода в артефакте и все такие типа опять тут уже даже твиттер телеста твиттер телеста появился который дим жире твитнул типа то что банджи бак телеста выкидывает и такая я за тобой слежу ну то есть достаточно достаточно любопытно но ладно дальше что дальше что у нас идет насчет лута с испытания осириса как вот я думаю многие заметили кто васили сходил кто за новостями следил то что дим же упустил кое-что в пачноуте каждую неделю будет адептская пушка доступна за сундук с испытаний то есть они решили очень хитро и с этим с этим вопросом разобраться я повторяю это не учебная тревога каждую неделю будет адептская пушка падать с сундука испытания осириса но то есть не будет больше выходных когда будет падать только какая-нибудь шмотка и знаете это привет десни 1 там вот у нас всегда мы лутаем сундук лутали точнее и получали оттуда адептовскую пушку и шмотку какую-нибудь я рад что спустя год в десне 2 мы пришли к тому же дальше что у нас дает дополнительно лут из 3 из 3 5 и 7 побед может падать также за пробежки ну из сундука за 70 ну к примеру dmg упала адептская пульса который также можно модами не который также можно последний перки менять то есть проворство которое теперь работает всегда но дополнительно вот эти два перка на перезарядку и удобства всегда работает ну и к примеру один за всех мой любимый перк как вы многие знаете да ну и также ему упала оттуда шмотка ну грудь в данном случае мне сперва упала снайперка многим упала снайперка вот так что значит сперва мы подумали то что снайперка падает дополнительно с сундука но как выяснилось это абсолютно рандомный дроп окей дальше ну тут вот я свою пульсу приложил к снимку чтобы для пояснения дальше у нас тут идет новая снайперка ну точнее но новая вариация снайперки ока солнца которую вернули в лут пул как мы и предсказывали ранее ну и как dmg эти зерил у тебя в твиттере что можно сказать да теперь эту снайперку можно вырылить с концентрации и с быстрым прицелом но сожалению быстрый прицел и этот как его называют истрижающее оружие уже больше не выбить плюс нельзя выбить быстрый прицел и проворство потому что проворство они убрали а проворство но теперь ну помимо того что дает вам бонусу когда вы последним в живых остаетесь так еще и бафает ваше удобство и перезарядку ну окей это хорошо посмотрим какие же нам перки теперь на этой снайперке ролить ну то есть я вот уже вкратце по этой теме проходился но повторюсь все ролим в снайперке на удобство или или на дальность чтобы было больше чтоб хитбокса были больше также во втором столбце либо тактический магазин либо расширенный магазиноприемник либо высокоточные патроны в третьем столбце практически все классное ну то есть движущаяся цель хороша для геймпадов плюс 10 км ассисту из увеличения скорости перемещения захвата целей при прицеливании на ходу это прям вообще лайк дальше излишки улучшение удобства повышения скорости при зарядке стабильность за каждую полностью заряженную способность тоже неплохо концентрация которую бафнули теперь вот она срабатывает через полтора не через полторы секунды а через одну это тоже классно убийственный вихрь добивающий попадание недолго повышает подвижность дальность стрельбы и удобства оружия ну блин в принципе если вы кого-то убили допустим в тело то потом наследщее попадание вам будет сделать проще в голову надо проверять короче но тоже неплохо у нас на том же самом как его называют объекте поклонения можно эту тему посмотреть но сочетание вот этих двух перков дальше у нас идет туннельное зрение перезарядка после уничтожения противника на короткое время существенно улучшает захват целей скорость прицеливания ну в пвп этот перк скорее бесколе бесполезный потому что если у вас по умолчанию будет снайпе 4 или 5 патронов до пве то это будет канат а в пвп вы начинаете с двумя патронами так что в большую часть большая часть времени теперь для вас будет бесполезным ну попа на мой взгляд опять же вот дальше насчет проворства она хоть и есть у нас я до этого говорил что его нету в лут пули но она идет в ту же в тот же столбец столбец что и быстрый прицел так что не канает но однако все равно рассмотрим перки которые у нас есть во второй последней колонке содержащие оружие прикольно для пве вместе с туннельным зрением или убийственным вихрем проворство в принципе если вырыли тебе излишки и прицел на удобство может быть что-то с ним и получится но это неточно с этим перком дальше что у нас тут идет быстрый прицел однозначно маст хэп на этой снайперке первый выстрел повышенной точностью дальность первого выстрела атаки ну опять же плюс к дальности плюс небольшой к им ассисту ну многие хайп или сочетание быстрого прицела и первого выстрела на этой снайперке я вот тоже на эту тему отдельное видео записывал где пояснял за этот перк ну и усиленные резервы это я думаю хорошо зайдет варлоком которые любят в рифте стоять ну или тем как ну или тем чувакам которые любят любиной бегать но об этом чуть попозже про иллюминут смысле ну то есть снайперка вернулась воспитание осилиса это хорошо буду ролить себе адепскую версию которую я так и не наролил когда она появлялась один раз в дропе в прошлом сезоне так что плюс одна пушка для фарма в этом сезоне для меня лично которых у меня уже думаю набрался с десяток ради чего я считаю что стоит играть в этот сезон но кстати не видел обзор мой на первые дни сезона сплайсер есть видос в описании также правого снайперскую винтовку мы говорили в этом видосе десни 2 сообщение кейда 6 ok что у нас тут дальше идет дальше у нас идет новый пистолет пулемет абсолютно новый это может быть отдаленно напоминает другие беги но я сперва на нее гнал то что мол кому нужна 600 и бега но потом мне все-таки напомнили то что у нас есть точнее первом году здесь два была такая пипега пистолет пулемет как антиопа и также была атланта которые просто рвали у них было скорострельное 600 у гнева шаюры у нас тоже что кажется скорострельность хороший параметр отдачи помощь прицеливание неплохие дальности так далее то есть на ней можно вообще прям бомбические перки выбить но естественно для себя я хочу выбить ролл с чеканными нарезами с высокоточными выпивасами с компенсатором раскачки ну или с разогревом или с туннельным зрением в общем с любым из перков в этом столбце но я думаю все таки компенсатор раскачки будет более прикольным для меня как геймпайзера и киллерский магазин но мне почему-то за все три билета падала это пипега чисто с быстрым прицелом поэтому меня сейчас руки чешутся поздавать жетоны и получить ее ну с нормальными перками просто я считаю что без киллерского магазина это пипега но она хорошая но не особо метовая то есть хоть у нее рэнджа и больше чем у всеми любимого паука отшельника по умолчанию у которого была 900 скорострельность но как бы сказать это все равно пистолет пулемет при наличии пластных винтовок дробовиков и прочих пушек таких среднее среднего ближнего боя когда вы убиваете противника первого вам надо быстро после него перезарядиться и убить следующего иначе у вас к тому моменту допустим к примеру половина хп останется иначе вас второй убьет ну какой-нибудь раши с дробовиком чел как то так но здесь вот комьюнити со мной в принципе согласна с первым почти спиральные нарезы высокоточки компенсатор раскачки и киллерский магазин то есть это такой самый предпочитаемый ролл судя по данному айджи джи в принципе все остальное в последнем столбце тоже неплохо проворство опять же повышение скорости перезарядки и удобства жажда адреналина добивающая попадание гранатами за определенное время повышает наносимый урон и удобство оружия ладно почти все перки дальше палец на спуске если вам нужен будет максимально стабильный ролл можно его вместе с компенсатором раскачки скомбинировать ну и быстро прицел чтобы быстро входить прицел вот я не знаю почему но большинство роллов этой пипеги падают мне с быстрым прицелом не из шести пушек которые упали по-моему только одна упала с компенсатором раскачки и палец на спуске а все остальные с быстрым прицелом я такой ну классно работаем пацаны окей а вот чуть не забыл по поводу того что у нас падает в испытаниях осириса теперь сейчас я тут найду ссылочку чтобы теме соответствовать то есть в этом сезоне у нас новый пистолет пулемет появился чисто но пока что из того что я видел из того что получали мои френды мои тиммейты сдавая жетоны испытания осириса это то что у нас практически весь лут с прошлого сезона вернулся но возможно не падает это как ее называют возможно не падает плазминка но это не точно потому что из того что я видел вообще все падает ракетница дробовик так что есть еще возможность выбить себе астральный горизонт с излишками и с этим как его называют с проворством я думаю это новый год ролл будет то есть да учитывая то что из этого дробовика как slg full winter выпилили эти выпилили перк быстро изучение смотрим что же у нас теперь из себя представляет новый год ролл во-первых чок который не режет удобства теперь про нарезной ствол придется благополучно забыть на этом шатгане потому что он убивает у вас 15 удобства так что в извечном споре теперь понятно какой перк победил но не суть идем дальше нам нужны будут максимально перки на удобство на этом дробовике так что предпочтительно еще также удлиненный ствол себе выбить который добавляет стабилу и удобство блин длинный стол подожди сейчас я на русский перейду чтобы не ошибиться а кожух ствола ссоре пардон да вот кожух ствола надо выбить дальше что у нас что у нас тут идет штурмовой магазин второй слот или высокоточные боеприпасы также может подойти облеченный магазин в третий слот естественно у нас тут излишки стараемся поменьше обилок тратить когда рашим с этим дробовиком ну и проворство который добавляет пассивно всегда 20 удобству и 20 скорости перезарядки помимо всего остального ну и первый выстрел он конечно прибавляет дальность но теперь на этих дробовиках на агрессивных нам нужно как можно больше удобства чтобы можно было адекватно им пользоваться то есть да у нас есть еще тяготы и невзгоды со стрельбой скольжение быстрым прицелом но на нем нету излишков и провор и проворство вроде не выбить так что пока что все равно в мете я вот посмотрел в испытаниях асириса судя по тому сколько раз я от него отлетал от того какая у нас там статистика в этом режиме доминирует по-прежнему ложь фил винтера и астральный горизонт то есть мета практически не поменялось но туда добавилась пипега потому что пистолет пулемет потому что ну реально пушка неплохая вот ну и в завершение когда будете делать триумфы по сдаче жетонов для печати воспитания хасириса тут вот у меня коллеги заметили один нелюбопытный момент то что когда ты закрываешь маяк раньше тебе выдавали по моему 20 или 25 процентов за закрытие маяка то есть при получении лута у сэнта теперь не выдают так что придется добивать все это дело жетонами но насколько я помню где-то за 100 жетонов этого выполняется так что заодно пока и буду их сдавать сегодня и покажу вам это дело ладно идем дальше сэн 14 видим его как монстра тут вот небольшой я так полагаю спойлерный ролик о контенту сезона у нас есть пропадших так что когда ролик закончится соответственно закончится и спойлер кого это вдруг волнует в конце когда наш город был больше чем в ваш мы процветали но это не продлилось золото великая машина покинула нас Мы ее преследовали, но нас кое-что постигло. Существо, наполненное злобой. Он прошел через наши дома, как ничьи. Через ничто. Его ярость была велика. В его глазах даже самые безобидные ваши были угрозы. И мы с Ужасом ждем, пока он восстанет снова. Таким образом, они его очень сильно боятся. И пугают своих детей историями о Сейнте 14. Блин, очень круто. Прям. Сейнт успел не только с вексами поевоевать, но и с падшими. Так, лороведы вышли из чата. Но понятно, что он воевал с кучей различных существ. Но все же... Но вот мне лично запомнилось то, как он там перебил кучу вексов и в результате умер. Но потом мы его вытащили из... Вневременного пространства. Оказывается, у Эликсни тоже есть пара баек насчет него. Кому будет интересно послушать этот видос без моего тринтежа, можно загуглить вот это. На канале... Валзик Плейс. Идем дальше тем временем. Дальше... Меня там на стриме многие спрашивали по поводу того, как вертеться в воздухе на мутике. Тут вот от JB3 есть небольшой видос от 10 марта. Как вот, собственно, этим заниматься? То есть, когда правая часть велика находится на вершине, стрейфитесь вправо. Вот так вот. По заветам Александра Невского. Когда вы находитесь прямо на вершине, бустанитесь направо. Когда вы находитесь слева на вершине, бустанитесь налево. И дальше держите, как бы сказать, верч... верчение налево, чтобы продолжать вращаться. Верчение, вращение, вращение, да. Во. Ну и давайте сделаем это все вместе. Иногда не получается, но... ну и как-то так. Интересно, докуда он довертится? Прыгайте с топа и повторяйте. Ну это если вам надо будет в какую-нибудь... в какие-нибудь далекие зоны забраться. Высокие. Ну что ж. Спасибо, JB. А мы идем дальше. Ну что ж. Дальше мы залетаем на опасную территорию новых экзотических шмоток. В данном случае экзотических ботинок. Как выяснилось, все из них так или иначе немножко опишные. Но банджи решили уйти в отрыв, видимо, в этом сезоне. То есть у нас есть уже мощь... Перебафанные аспекты статусные. Есть мощные фрагменты. Есть экзоты. Слишком сильные. Есть модификаторы, которые пришлось отключать в артефакте. И теперь у нас еще появились и... Ну да. Собственно, сейчас мы поговорим об экзотах. Я даже не знаю, что у нас там еще появилось в процессе. Может быть, что-то упустил и так далее. Но по-любому разберемся. В общем, кто знает английский, можете заценить видос Fallout Place, где он подробно все это дело описал. Но сейчас я вот проведу краткую суть. То есть что нам делают эти ботинки? Насколько они делают нам приятно? То есть когда вы стоите в... Этому... В исцеляющем расколе, вы создаете благородные искатели, которые будут искать ваших союзников, когда они находятся не в вашем расколе, и будут лечить их. Когда вы стоите в усилиющем рите, создаются благородные искатели, которые будут выдавать вам и вашему союзнику бонус к урону. 20% бонус, как, допустим, та же самая высококонетическая стрельба. Ну, плюс-минус. Вроде бы да. Ну, ладно. Каждый раз, когда благородный искатель находит одного из ваших союзников, длительность вашего раскола продлевается, пока вы стоите в нем. И звучит мощно, но на деле все оказывается еще мощнее. То есть что у меня тут записано? Это суть основная. Раскол знает, сколько у вас человек находится в группе, создает шары от одного до шести. То есть, если вы находитесь один в боевой группе, создаете себе шарик, создаете себе раскол, то у вас будет один шарик рядом с вами болтаться. Если, как бы сказать, у вас будет шесть человек, к примеру, то он будет создавать шесть шаров. Опять же, если у вас два варлока поставят расколы рядом с друг другом, то пополнять друг друга не получится раскол, то есть продлевать его действия. Они у вас закончатся через 13 секунд, поэтому лучше эти расколы ставить по очереди. Тиммейты не должны ставить в расколе, работает он на очень большой дистанции. То есть, где-то вот, ребята тестили, на 30, на 20, на 35 метрах, стабильно, вот через всю карту, к вам этот хилищий раскол, может вас из малейшего пинка достать, и дать вам баф, какой вы желаете. Ну, какой поставить, зависит от того, какой раскол поставил человек. И вы получаете баф на урон на шесть секунд, как тут вот у меня у коллеги показано. Если вы вдруг, если у вас вдруг товарищ стоит, на усиливающем расколе, но здесь еще далеко не самое мощное получается. Когда вы ставите этот раскол, он у вас, ну, по умолчанию длится 13 секунд, но как только вы кого-то либо похилите, либо усилите вот этими снарядами, у вас появляется второй таймер, а первый таймер замораживается. То есть, увеличение длительности, то есть, продленный раскол запускает 10-секундный такой вот дебаф. 10-секундный баф, который тут у нас показан в левой части экрана. А основной таймер, естественно, замораживается. Ну и так будет длиться, пока вы кого-то еще не похилите. То есть, у вас таймер второй обновится. И пока у вас не закончится первый таймер, вы так можете хоть бесконечно хилить ваших союзников. Но при этом вам надо постоянно стоять в расколе. Уже звучит очень мощно, да? Но это еще не все! У нас также есть люмина, которая вообще творит натуральную грязь. Что она делает? Сейчас вот я тут даже найду у братьюни футаж. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Куда ты убежал от меня? В общем, когда вы стоите в расколе, вы можете просто тупо себе поставить раскол, рифт, встать, встать в него, экипировав люмину, и получить баф, и получить баф на урон и на отхилл. Ну, то есть, как бы сказать, благородный снаряд этот, которым, выстрелив вашего тиммейта, вы вот видите, получаете благородный заряд, и как только вы выстрелите в тиммейта своего от бедра с люмины, вы и он получите баф к урону, сопоставимый в высококонетической стрельбе. Чем это круто? Да тем то, что вы получаете этот баф изначально на люмине после убийства, я его сейчас даже на всякий случай посмотрю. Минуточку. Да, вот я здесь люмину достал и буду в дальнейшем на нее каталик качать, потому что, ну, это может дико зарешать в том же самом рейде на Дейване или вообще, ну, при жгучей игре на саппорте в ПВП. Я удивлен, как мы в пятницу пошли в Асирис, а нам дофига варлоков не попадалось с люминой. Ну, окей. То есть, что нам тут выдает этот перк? Убийство из этого оружия оставляет сущности, выстрел от бедра выщущий от союзников благородный патрон и заполняет часть магазина. Так вот, сейчас получается прикол в том, что вы просто поставив на спавне себе рифт, раскол, можете зарядиться им и получить заряд благословения небес, из-за которого вы сможете, допустим, с той же самой снайперки убивать противников тела или наносить урон, сопоставимый с киллерским магазином. Ну, то есть, блин, как-то я не знаю, они точно уверены, что это правильный был экзот, чтобы в игру добавить. Это не будут нерфать? Но у нас еще в дальнейшем есть еще два экзота. Еще-еще, ну, сори. На Титана и на Ханта. Рассмотрим их. Прикалывает. Когда я захожу в в хранилище, ну, то есть, смотрю на свою коллекцию, у меня здесь ускоритель энергии указан как последний мод, который я брал, ну, естественно. И также у меня есть тут еще пустой мод. И он, если я вот здесь пытаюсь нажать кнопку и почистить моды, чтобы у меня не высвечивалось тут, у меня это не получается сделать. Только наведясь на вот это вот пустое место можно избавиться от этой вот галочки. Ну, окей. Короче, ноги на Варлока называли сапоги-транслятора. Их вот можно достать в затерянном секторе, когда будут в экзотическом, ну, героическом, когда будет у нас, собственно, сектор, с которого будут падать ноги. Вот что эти ноги, что ноги на Охотника, что ноги на Титана лучше сейчас взять, если вы собираетесь идти на Day One, ну, в World of Glass, потому что там эти экзоты очень сильно затащат. Каждый по своей причине. Но до этого мы доберемся еще позже. То есть у нас тут есть, помимо ног на Варлока, чешуя пожирателя звезд и на Титана есть также путь пылающих шагов. Название разобрали, потому что я их через пару минут забуду скоро, из-за того, что они очень длинные. Но перейдем к их сути, сути этих экзотов дальнейших. Так, поскольку у нас тут уже получается, небольшая солянка, я решил еще одного, вот даже еще одного блогера добавить, из Текарса западного, где он тестирует ноги на Титана. Собственно, это преимущественно пвпшные ноги, потому что, как несложно догадаться, у нас враги со стайсом в основном в пвп попадаются. Ну, или на Европе там падшие. Но что эти ноги делают? сейчас мы прочитаем сперва их перки, а потом уже пройдемся по их сути. в следующем году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Хм! Что-то я забыл сделать! Ах, да! Короче, здесь мы уже посмотрим на кутаж какиса HD. Который записал небольшую демонстрацию того как работает golden gun ну ггшка на под действием этих сапог урона наносит той же самый ривен ну и под шестью ггшками отлетает очень быстро что же делают у нас эти ноги собирая сферы силой вы получаете дополнительную энергию суперспособности есть индикатор заполнен сфера усилит вашу суперспособность благодаря чему она нанесет дополнительный урон и исцелит вас при полном усилении вы получаете щит и здесь прямо мощные мощно меня прям на стриме держали в курсе о том то что сочетание со всеми этими бафами эти ноги будут даже круче по дпс у чем звездный полуночник который делает один мощный выстрел но благодаря которой ваш ульта делает один мост мощный выстрел и до этого вроде бы по и единичному нанесение урона это считалось не самой мощной ультой ну я не помню передамаживала ли она ульту ну если в крит попасть я не помню передамаживает ли она грудь титана но все равно заявка сильная то есть сейчас у нас тут будет небольшие циферки ребята тестировали здесь это на кали на боссе из первой стадии последнего желания и здесь сперва челик наносит нанос урон благодаря надев эти сапоги надев нижнюю ветку солнечно солнечного охотника у него получил здесь 54 тысячи урона у чувака надевшего нижнюю ветку и одноглазую маску ну звездного полуночника у него получилось здесь и 19 тысяч урона тут есть один момент целом а именно перк строитесь в очередь который позволяет наносить увеличенный урон прицельными попаданиями золотого пистолета прицельные попадания золотого пистолета образует сферы силы повышает наносимый им урон и увеличивает продолжительность его действия то есть в чем был прикол на ривен на конце то есть ребята попадали в крит ей делали арбы при полной ульте собирали арбы друг друга и наносили больше урона в результате благодаря перку на ногах но благодаря перку в подклассе вы наносите еще больше урона из-за этого такой вот адский собственно урон получается я уже прям вижу страту типа собраться пятеремя шестеремя хантами да и убить всех боссов на рейде воутов глаз к примеру чтобы быстрее пройти d1 челлендж ну или еще покруче там вот усиливающую расколу друг другу ставить чтобы постоянно хилить своих тиммейтов когда вы допустим проходите стадию на этом на ракулах или на защите трех столбов ну полный гайд по грядущему рейду который у нас был первой части можете найти у меня на канале он прям на главной странице в общем экзоты прям классные на прям слишком классные решили добавить в игру в этом сезоне ну то есть банджи такие услышали игроков почему у какого-то там класса вставьте класс сюда нету нормального экзота и такие сколько как много оверпаунд экзотов вы хотите добавить в игру и банджи такие отвечают просто да так что ожидаем различные комбинации различные страты ну и всякие вариации применения вот всех этих экзотов а я пойду качать люмину скоро здесь можете посмотреть сколько примерно дают каждый из дает каждый из бафов то есть базовые урон с обычной гэгэшки дает нам 159 тысяч с головой с 219 тысяч с ногами 254 тысячи ну и так далее кому интересно можете на стоп-кадре посмотреть идем дальше здесь дальше идет ну небольшой лайфхак не знаю там баг это или фича от русского контент-мейкера angry russian fox в общем что у нас тут есть это шмотки которые мы получали при старте игры которые давали плюс 1 кстати что он делает он достает эти шмотки из коллекции чтобы они были у кипа экипирована у него на персонажа ну не экипированы а просто в инвентаре лежали затем после этого он проходит в украшение и к тем шмотки у которой у него надеты применяет вот трансмог синтез с этих шмоток пока они у него в инвентаре лежат персонажа надевает их и получает благодаря этому плюс кто там ну небольшой плюс один к примеру если кто-то хочет вдруг заморочиться и потратить лишние потратить лишний синт волокна то самое оно как говорится в принципе прикольно братью не молодец я вроде ни у кого больше этот ролик не видел так что ставим лайк а теперь идем дальше блин блин хорошо хоть в этот раз я не забыл нажать паузу а то бы вы сейчас увидели бы как я свой стик чищу но это эксклюзив стримов на твиче ладно короче завершая это видео поздаем жетоны сэнту у нас 310 штук соответственно 15 рангов так что надеюсь сейчас мне выпадет нормальная пипега потому что пока что бич того что мне выпадает это один за всех как игра считает что это мой любимый перк судя по всему в общем я надеюсь на нормальную пипегу на шмотки с нормальными статами ну и может быть нормальную ракетницу выбить естественно слот я освободил но если у меня там один какой-нибудь слот заполнится будем чистить чтобы на почту не улетел потом в конце уже посмотрим что у нас тут так ноги руки напоминаю да то что падает нам все что у нас было в пуле а плазминка все-таки падает значит вообще все пушки плюс пипега и снайперка падают в этом сезоне напоминаю что у нас пулю будет все то что мы выбили в предыдущих сезонах кроме шмоток если вы только начали играть в эту игру то у вас будет пулю то что у вас то что вы получили на этой неделе с испытания асириса к примеру о пипега окей отлично так у нас три слота занято давайте чистить быстрое защищение стартовый импульс ну слушай неплохо оставим пока что датчик угроз и проворство блин вот ладно пофиг удалим всю интригу нарушила игра отлично компенсатор раскачки киллерский магазин сюда блин ну так даже так даже грустно ну ладно хорошо 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 еще шесть рангов точнее пять прям первое же пипега с рангов это прям круто это прям хорошо и я-то думал я буду столько же сколько с револьвером мучиться стрельба в скольжении проворство нет сразу с этим перком не хочу дальше идем нет прям вообще надо будет пойти потестить потом так сразу плазминку пилим нужно что-то во второй слот мне зачастил лут ну ладно ракетница снова ракетницу на заполнил ладно 10 не встретил сейчас ничего не упадет отлично руки ну что ж смотрим что же нам упало так и сбой головорец спасибо не надо убийственные вихри проворства тоже не надо его оставляем над плазминкой подумаем быстро извлечение цепная реакция нет пока что нам не не нужно это цепная реакция неутомимый клинок нет бурас это под зарядом и молодьба ударная оболочка блин ну вот все классно кроме вот этого ну подумаю ладно чем у нас по шмоткам эти глаза видели как возводили сам нет слишком мало интеллекта это было великолепно ну нормальное восстановление но слишком мало интеллекта и подвижности фигня гадрольный плащ фигня ну окей главное что нам упала бибега надо будет ее потестить потом как посмотрим как она играет снимать но пока что кстати еще один момент в игре который неудобен вот с одной стороны банджи добавили возможность менять шейдеры прямо через шмотку или пушку но с другой стороны когда у тебя их много тебе лупа нужна чтобы разглядеть нужный тебе шейдер так как они не подписаны я вот не знаю но если банджи это будет смотреть но в лице нашего комьюнити менеджера дата было бы неплохо ребят если бы вы сделали так чтобы я мог выбирать избранные шейдеры свои например вот дар 9 который вот мне нравится или благословение 9 но чтобы как-то можно было их отметить и затем уже они появлялись в первую очередь они так чтобы была сборная солянка но вот к примеру вот есть шейдер кровавая вражда который я хочу найти он эксклюзивно для некоторых пушек с пытания осириса падает с сундука но его здесь нигде нет ну потому что он да и он и до этого не выпадал но если мне вдруг захотелось бы его найти я тут вообще все бы перерыл но блин так бы его и не нашел и начал бы и начал бы угорать но окей но это так к слову вот у меня предыдущая эпипега была которая мне выпала с убийственным вихрем и быстрым прицелом ставим ее в эту прокачаем может быть в отдельном видосе заценим гнев шаюра в действии ну а пока что видосик будем завершать всем спасибо ребят за просмотр послушай один момент а вот ребят спасибо всем за просмотр то на канале ноги кому видос понравился не забываем подписаться на канал также не забываем поставить лайк написать какой из комментарий по любой из тем которые мы упомянули в этом видосе есть есть что добавить или подкинуть тему для следующих видосов пишите также комментарии ну и колокольчик прожимаем для того чтобы не пропускать уведомления выходе новых видео репостим шарим это помогает продвижение продвижение этого ролика ну и если захотите меня поддержать материально то можете стать спонсором этого канала подписавшись либо на либо на путника либо на дрэджи на либо на тени либо на беспечного либо на вершителя очень помогает ребят спасибо большое всем тем кто спонсирует ну и что тут сказать увидимся когда увидимся в следующих роликах по ссылочкам в описании ролика тоже не забываем переходить это тоже помогает очень сильно и всем пока ставьте телестим пастионем увидимся